Готова? Да. Хорошо. Значит, сегодня презентация будет про стрессово-устойчивое приложение. Я буду говорить по-русски, могу по-английски чуть-чуть менее быстро и чуть менее понятно, но если заходите, могу на английском. Можно по-украински, но, в общем, готовилась я на русском, и, наверное, чуть попроще будет по собранному на русском. Зовут меня Воронин Сергей, я джава-разработчик. Конкретно про эту презентацию – это презентация, которую рассказывали люди на jacons, на которую нас любезно посылают из двух, поэтому я вам хочу ее рассказать, она довольно вдохновляющая. Значит, в чем смысл и какая у нас сегодня схема дня? Значит, первое, о чем нужно поговорить – это вообще зачем нужна fall-tolerance в приложениях. То есть, ну, в двух словах расскажу, что такое. Потом философия – мы так немножко углубимся, что это такое, на каких принципах нужно строить приложения, чтобы они были стрессовоустойчивые. Потом тулзы – я расскажу вам про две тулзы, которые есть. Они, в принципе, следуют той философии, про которую мы поговорим. И на одной я сделал демо, мы сможем посмотреть. Рассматривать их две в параллели нету, потому что философия, ну, как бы философия одна, и главное показать, чтобы было понятно. Вот я использовал Histrix, дальше посмотрим. Потом паттерны. Паттерны конкретно реализованы в демо. Мы о каждом из них поговорим. Они, в принципе, не очень сложные, в принципе… Но каждый сам по себе интересен. Потом дизайн концепции – это чуть более такое глобальное, оно немножко отличается от философии, но тоже полезно при разработке приложений. Потом, если все заработает, будет круто, мы посмотрим демо, как она работает, как она валится, да, потому что, как бы, если вы заметили тайтл-презентацию, мне нравится, как оно падает, соответственно, приложение задизайнено, чтобы оно, ну, было стрессоустойчивым, если какая-то его подсистема не работает, система в каком-то адекватном режиме реагирует, что-то возвращает, обрабатывает эту ошибку. Ну, и небольшой summary в конце вспомним все, что мы рассказали, но до этого еще далеко. Давайте к первому вопросу. Значит, зачем вообще нужен fold-tolerance? Fold-tolerance, ну, он, как бы, тем важен, что если приложение не использует никакие подходы fold-tolerance, оно просто падает и не работает. А если система падает и не работает, чаще всего она не приносит деньги. Ну, вот давайте рассмотрим на следующем слайде, есть небольшой пример по деньгам. Значит, компания Google, она зарабатывает, ну, очень много денег, и если пересчитать ее годовой заработок в секунду, то это выходит 2300 долларов в секунду. Соответственно, если их система вдруг упадет за секунду, они не заработают 2400 долларов. Ну, вот в моих представлениях 2400 долларов – это такое вот прикольное массажное кресло. Соответственно, если они не работают целую минуту, у них 144 тысячи долларов, да? Если вы знаете, что такое Model X, то вот, соответственно, две такие машинки прогорели. Ну, а если целый час не будет работать в приложении Google, то это вот такой вот очень даже неплохой остров. По-моему, в Британии остров стоит 8. Ну, то есть понятно, да, в чем идея? В том, что, соответственно, чем больше приложение не работает на продакшне, чем больше пользователей не получают никакого адекватного ответа, тем больше денег мы теряем. Есть еще, как пример, вот здесь я привел, просто циферки взял. У Amazon, у них чуть-чуть больше выручка, чем, ну, во всяком случае, из того отчета, за который, из-за квартала, за который я смотрел. Ну, вот, во всяком случае, вы понимаете тенденцию в том, что в любом случае, если приложение простаивает и не работает, мы теряем деньги. На наших проектах, наверное, не такие большие деньги, хотя, если кто-то работает на Google и Amazon, то как раз эти деньги. Но тенденция к тому, что нужно делать стрессовыстоящее положение, не терять деньги, и тогда все будут счастливы, и пользователи, и мы. К философии. Значит, философия — это штука такая немножко абстрактная. Ну, давайте поговорим. Значит, в терминах fail-fast, ой, простите, fault-tolerance есть несколько таких базовых вещей, которые нужно быть готовым, пока мы разрабатываем приложение. Значит, наши системы, они, в принципе, распределенные. Мы сейчас, ну, я даже не могу себе представлять приложение, которое было, проектировалось, разрабатывалось и запускалось на одном хосте, ну, вот физическом. Соответственно, если у нас есть какое-то разделение, там, по чем угодно, по каким-то сервисным функциям между приложениями, то появляется какой-то момент взаимодействия между ними. Соответственно, возможно появление какого-то отказа одной системы, когда другая хочет с ней взаимодействовать. Ну, поэтому наша главная задача — быть готовым к тому, что все ломается. Вот. В частности, ломаются наши приложения, и избежать этого мы не можем. Мы не можем построить, к сожалению, такие приложения, которые бы, в принципе, не ломались и не отказывали. Поэтому единственное, что нужно сделать — это к этому моментально подготовиться и дать упасть приложению. Ну, или во всяком случае быть готовым это сделать, скажем, из печальной ситуации хорошую. Следующая идея — fail fast. Соответственно, если ваше приложение рассчитывает на какую-то другую систему, да, или на самую группу систем, которые вот используются, ну, я не знаю, какой-то отчет генерируется, еще что-то происходит. Вот. И если вы можете заранее проверить жизнеспособность всех систем, ну, вот один из таких, ну, понятных примеров, например, если мы собираемся генерировать там годовой отчет, и наша задача вообще вот в целом — весь этот годовой отчет доставить на FTP. Вот. Ну, неплохой практикой будет заранее до того, как вы начнете этот отчет генерировать, пойти и проверить, а есть ли вообще FTP, ну, доступен ли он сейчас. Есть ли у вас правильный юзер пароль, ну, гранденшал на этот FTP. Есть ли там достаточное место. То есть если этого нет, то нет, в принципе, смысла даже начинать вот эту там двухчасовую или там суточную, сколько у вас отчет генерируется, выполнять задачу. Вот. Вот это принцип fail fast. То есть проверить какие-то ресурсы, если все доступно, ну, вы хотя бы из какой-то вероятности можете успешно завершить операцию, тогда начинаем. Если нет, быстро падаем, говорим, что что-то не работает и ничего не делаем. Треги. Идея заключается в том, что вот если мы уже приняли все предыдущие концепции, то идея в том, что вот если что-то у нас сломалось, что-то не работает, то вот by design можно попробовать поищем. То есть вот, допустим, мы попробовали, FTP сейчас недоступен. Потом sysadmin что-то подняли, через там, через две минуты уже доступен. То есть можно откладывать задачи, можно их откладывать, но потом можно пробовать повторно. Здесь же, в частности, это можно использовать и с обратной стороны, то есть не как с пользователя, а как с сервиса, который предоставляет услуги. Ну, вот у нас на проекте бывают такие проблемы, как out of memory exception, да? То есть приложение забилось, вся память использована, делать больше нечего. Поэтому, если мы хотим, чтобы наш сервис дальше стал работать, мы его просто перезапускаем, и try again, он запустился, у него ресурсов достаточно, он может дальше обслуживать пользовательские запросы. Вот, вот это трейдинг. Я надеюсь, я не слишком быстро иду, поэтому я сейчас вам за пять минут все расскажу. Значит, когда это вообще полезно? Ну, вот я тут сразу все написал, но можно по порядку. Значит, вообще весь смысл в продакшене, потому что продакшен-система – это те системы, которые пользователь, ну, наш заказчик, в частности, там, продает, он заставляет какие-то услуги, сервис, за которые ему платят. То есть продакшен приносит деньги. Пока система не в продакшене, пока она где-то там, по тестовых инвариментах, на локальных машинах, там, в выставлении, где-то, в общем, во всяком случае, в репозитории, она денег не приносит. Поэтому важно иметь продакшен. Вот. Потом, когда мы сделали продакшен, ну, вот это как бы стэк, и пока мы до последнего не дойдем, все это как бы, ну, недостаточно важно. Вот. Продакшен-система должна быть available. То есть когда продакшен-система доступна, в это время она приносит деньги. И как только она недоступна, вот вы видели на первых слайдах, деньги она, соответственно, не приносит. Ну, а мы как бы на них рассчитываем, пользователи там грустят и все такое. Значит, для того, чтобы обеспечить availability, наша система должна быть resilient. Ну, resilient – это такое общее понятие, то есть просто устойчивости. Ну, устойчивость там может быть, как это, физическая устойчивость, допустим, там, если мы используем дата-центр свой, то там его резервно запитать, да, то есть в этом случае мы обеспечиваем резилиенцию физическую. Вот. Один из подходов со стороны кода, вот как мы, как программисты, чем можем помочь в этом направлении – это делать приложение Fold Tolerant. То есть приложение, которое готово к каким-то непредвиденным ситуациям, там, падениям, выпадениям каких-то, ну, подсистем, на которые мы рассчитываем. Вот. Поэтому Fold Tolerance – это как бы краеугольный камень разработки, оно очень-очень неплохо помогает при работе продакшен-систем и выкатывание не так же. Так. Следующее, значит. Тулзы. Всего есть… Ну, Тулзов, конечно, больше, но в Java-мире таких самых известных две. Это J-Rugged. В нем, в принципе, заимплим... Ну, эта система чуть раньше создана. Вторая там – это более популярная, она разработана Netflix-ом. Вот. Ну, это как бы первопроходится, он реализовал разные хелферы, мониторы, там, хелс-чеки и все такое. И давайте на вторую. Вот второй по второй я вам немножко покажу код, а я его, правда, не открыл, пока на презентацию открыл. Ну, сейчас, чуть позже. Значит, Histrix, его разработала компания Netflix. Ну, компанию Netflix, наверное, многие знают. Это большой видеохостинг в Америке. Ну, даже не только в Америке. Сейчас они покоряют и европейский рынок. Но, по-моему, за прошлый год у них приходилось треть трафика всего американского, вообще интернет-трафика на них. То есть, соответственно, у них есть эта проблема. Они неплохо знакомы с высокими нагрузками, с отказоустойчивостью. То есть, ну, как бы они используют у себя в продакшене вот конкретно этот фреймворк. Значит, он позволяет менять настройки разного. Вот я вам расскажу, какие конкретные паттерны используются. Вот он позволяет менять настройки этих паттернов real-time, например, Histrix. Ну, конечно же, мониторить real-time, есть Histrix dashboard и все остальное. В принципе, ну, вообще, в чем смысл использования этого Histrix? Ну, да, почему не написать самому? Потому что здесь уже заимплеменчены определенные фреймворки, и нет смысла там по 10 раз все переписывать, и здесь это протестировано. Ссылка вот тут есть, GitHub, Netflix, Histrix. Ну, и давайте к паттернам. Это, наверное, такое самое приятное, о чем можно поговорить. Паттерны. Значит, первый паттерн – timeout. Значит, timeout заключается в том, что мы любую операцию хотим выполнять за определенное время. Если мы выполняем запрос, мы не хотим зависать бесконечно. Руджави, в принципе, этот подход в некоторых местах уже предоставлен сразу by default. То есть, например, если мы вызываем, там у нас есть поток, мы можем что-то выполнять в потоке, либо с, ну, допустим, да, если мы используем future, мы можем попробовать future get и просто ждать, пока его там кто-то выполнит. Можем взять с timeout. Вот, это хороший пример. Второй пример, если мы используем какие-либо HTTP-коннекшены, либо там GDBC-операции. В HTTP-коннекшене мы можем задать сокет timeout, просто timeout и там разные. Вот это пример использования паттерна timeout. Ну, проблема всех остальных приложений в том, что они не поддерживают. Соответственно, если мы используем histrix, то он вокруг себя оборачивает нашу операцию. Давайте я немножко вам кода покажу, расскажу про демку. Так будет немножко нагляднее и не так сухо с теорией. Сейчас, одну буквально секундочку. Значит, здесь вот у меня есть примерчик, написанный на Java. Если вдруг-то Java не понимает, простите. Значит, как работает histrix? Ага. У нас, естественно, Java нету, никаких tools. Ну, я открывал в WordPad и было вроде сносно. Сейчас, одну секунду. Вот. Значит, мы используем здесь, ну, я думаю, что он видно, да? Здесь вот использован этот паттерн timeout. Мы берем класс от histrix, а histrix в основном использует command pattern. То есть наша задача, он нашу операцию какую-то завернуть в команду. Здесь, ну, сейчас еще один классик открою для большей полнотной картины. Так. Вот, вот смотрите, это будет более честно, потому что именно этот класс наследует histrix команду, там, параметризированную. И вот конкретно от этого класса уже наследуется там три или четыре, которые я заимплементил в демо. В чем его смысл? В том, что мы сразу же здесь заимплементим fallback. fallback – это такая операция, ну, это как бы уже отдельный паттерн, там он будет чуть позже упомянут. Соответственно, это такой подход, когда, если что-то не работает, мы должны вернуть какой-то дефолтный ответ, ну, или ответ взамен настоящего, да? То есть мы не смогли нам предоставить хороший ответ, предоставляем, какой есть. Вот в нашем случае про пример давайте немножечко, буквально пару слов. То есть здесь есть набор книжек, то есть это библиотека, и наша задача возвращать список книг. То есть либо всем списком, если мы обратились просто, либо детали по конкретной книге. В этом приложении используется сервис авторизации, который возвращает ключи для всех пользователей. То есть сервер авторизации, он написан заведомо плохо, то есть он там с какой-то вероятностью бывает как затормозит и ничего не возвращает. Я не буду она пока показывать. То есть он либо возвращает сразу ключик, либо зависает на 10 секунд и никому ничего не возвращает в это время. Вот. Потом с этим ключом мы можем пойти получить детали книги. Вот, например, ну, а мы разрабатываем API, который работает поверх всех этих штук. Если, допустим, сервис авторизации временно умер, там не хочет нам никакую книжку возвращать, мы вот вернем вот такую вот книжку, в книжках которой нет ни заголовка, ничего, есть просто год 1900. Но как с этим работать, мы чуть позже поговорим. Давайте вернемся назад к тайм-ауту вот еще. Значит, вот мы заимплементили команду и создаем, собственно, метод. Все выполняется в методе run, но перед тем, как команда создастся, ее нужно инициализировать через конструктор и Hystrix конкретно здесь, ну, здесь много разных наборов параметров, но вот для тайм-аута важен этот параметр. То есть мы задаем with execution timeout in milliseconds и задаем тайм-аут. То есть, соответственно, если операция вот здесь вот, которая выполняется в run, в нашем случае requester getbook id, если она выполняется больше, то вернется fallback. Вот, надеюсь, было не очень сложно. Ну, например, как будет более понятно, то есть вот этот так реализован тайм-аут в Hystrix. Circuit breaker. Circuit breaker – это второй паттерн, и смысл его в том, есть диаграмма, что если цепь, ну, в смысле, если все системы работают нормально, то мы это представляем себе как замкнутый контур, по которому, ну, идет какой-то поток, ну, допустим, тока электричества. Вот, если какая-то система выходит из строя, то вот Circuit breaker, его задача сказать, что все, дальше идти не надо, ну, он как бы закрыт. То есть если у нас достиг какое-то количество фейлов определенного порога, ну, то есть настраивается Circuit breaker, мы можем указать, сколько там, допустим, сколько не прошедших запросов считается файлом. Как только такое количество запросов прошло, да, то есть мы пришли, там, хоп, один запрос прошел – нормально, второй – нормально, третий – не прошел, мы это посчитали. Но, допустим, у нас порог два, четвертый тоже не прошел, все, Circuit breaker разомкнулся, все остальные запросы, вот пока мы не перейдем в другие состояния, они будут, ну, реджеттиться, то есть они будут проходить в систему внутрь. Вот, потом, дальше, как только Circuit breaker разомкнулся, значит, мы можем со временем попробовать отправить запросы еще раз. Если запрос прошел, то Circuit breaker приходит в состояние в half open, то есть какие-то запросы он пропускает, какие-то еще, какие-то нет. Ну, в зависимости от того, как будут развиваться дальше события, будет ли, ну, дальше стоящая система отвечать на запросы, мы либо опять замкнемся и будет работать все, проходить напрямую, либо опять разомкнемся. В хистериксе, в общем-то, все написано, ну, точнее, Circuit breaker — это основной паттерн, который используется. Поэтому, вот, например, где мы здесь, вот, в тайм-ауте, ну, мы видим, что здесь тоже используется Circuit breaker параметры, потому что это тайм-аут команда. Сейчас покажу Circuit breaker, как непосредственно он сытапится. Оп, не то. Ну, ладно, не закрывайся, как-то пригодится. Вот, если просто по-простому инициализировать команду, то мы можем сдать состояние этого Circuit breaker, то есть можно его либо открытым с самого запуска держать, либо закрытым. Дальше он уже автоматически балансирует, там закрывается, открывается в зависимости от поведения нежестоящей системы. Вот, дальше. FailFest — вот это та парадигма, та философия, просто реализованная в паттерне. Соответственно, мы все прекрасно знаем, там, систему Windows, да, если она чувствует, что все, система закончилась, все ресурсы закончились, вот она возвращает английский in-of-death. Это один из примеров FailFest, то есть не просто зависать или ждать бесконечно, это примененный паттерн. Соответственно, в FailFest как реализовывается, мы добавляем в систему модуль FailFest Guard. То есть перед тем, как выполнять сложную операцию, ну, я это объяснял в пальцах, но здесь на диаграммке, перед тем, как выполнять дорогостоящую операцию, мы проверяем доступность всех нужных нам ресурсов. Ну, если это, конечно, возможно. Не во всех ситуациях так можно сделать. Вот, если ресурсы доступны, начинаем делать долгостоящую операцию и потом уже пробуем использовать этот ресурс в конце. Если, соответственно, если ресурс недоступен, сразу заворачиваем, говорим, что все, ничего не получилось, приходите позже. Шедлот. Шедлот – это паттерн, в котором подразумевается наличие какой-то заранее известной максимальной пропускной способности нерастоящей системы. Примером такого может быть система, ну, либо которая, в принципе, нам не подвластна, да, если мы используем какой-то certparty сервис, то есть это кто-то, ну, кто-то нам предоставляет, и тут он нам, он нас не удовлетворяет полностью, допустим, есть машина, которая может обслуживать 100 потоков одновременно. Ну, либо, например, если это не certparty, это может быть наша legacy-система, да, мы не можем ее, в принципе, там заэкспендить, потому что она была не scalable, никто никуда не думал, что она дорастет до такого момента. Вот. Соответственно, шедлот-паттерн, он заключается в том, что мы считаем количество прошедших запросов, которые сейчас обрабатываются. Если количество превышает, то все остальные реквесты просто реджектятся и в систему не проходят. Зачем это делать? Потому что, ну, мы знаем, что, допустим, если мы пришлем в систему 101-й реквест, пока она занята сотами, ну, точнее, стали квестами, то она просто умрет перестанет отвечать, переполнится буфер или еще что-то, в принципе. Поэтому, так как мы не хотим эту систему убивать, она нам нужна, используется такой паттерн шедлот. Ну, шедлот в прямом значении называется, как сбрасывать. Вот. То есть используется монитор, который следит за нагрузкой. Если загрузка допустимая, запрос проходит на ниже стоящий ресурс. Если нет, то запросы не доходят. Следующий. Deferable work. Deferable work подразумевает под собой возможность откладывать работу. Ну, в чем смысл? В том, что не вся работа приоритетная, не вся работа одинаково срочная, и ее нужно делать единомоментно и параллельно. Соответственно, ну, а ресурсы у нас, ну, чаще всего, ограничены. Поэтому вот этот паттерн пропагандирует возможность откладывать какую-то работу. То есть, например, если нам нужно сейчас срочно там зарегистрировать пользователя, дать ему возможность покупать какие-то товары, а при этом рядышком стоят какие-то запросы там, ну, я не знаю, генерация отчетов, там, реиндексинг картинок, там, что-то, архивация, все это такое. Вот. Если они претендуют на одни и те же ресурсы, допустим, пропустить регистрацию пользователя гораздо важнее. Остальное все может подождать или быть выполнено там, ну, в момент простой системы. Использовать для этого можно либо очереди, либо там какие-либо task-менеджеры там с приоритетами, с рангами. Ну, помнить об этом неплохо. Вот. Собственно, об этом говорится эта картинка. Если пришел процесс и ресурс временно занят, ну, пришел запрос и ресурс временно занят, то мы можем его немножко на почву перенести. Limited Retrace. Тоже такой паттерн, соответственно, это паттерн немножко с другой стороны. То есть не когда мы пытаемся сразу и поскорее реджетнуть пришедший запрос, а когда мы пытаемся его удовлетворить. То есть, соответственно, если у нас есть какая-то система, которая нам вот за один раз не вернула ответ, да, она может в принципе там вот иногда так бывает, что ничего не возвращает там или у нас высококонкурентная среда, либо еще что-то такое. Вот. Можно написать поверх этого повторитель, и если запрос один не прошел, можно пробовать отправить второй, там, третий, четвертый, пятый. Соответственно, там, допустим, с пятого раза оно возвращается, и мы там, бац, вернули ответ назад, пользователь еще раз дает. Единственное, в чем такое предостережение к этому подходу, в том, что если мы, ну, вот, в принципе, написали систему, которая может на каждый запрос сделать, там, n-ретраев, допустим, 5, то вот в худшем случае мы, ну, да, а мы до того, как мы сделаем этих 5-ретраев, мы не отпадем, да, если система там не работает, мы на каждый вот плохой реквест будем делать 5-ретраев. Так вот, в худшем случае на нежрастающую систему мы увеличим, ну, вот в несколько раз вот эту нагрузку. Вот в нашем случае, если мы примем 5-ретраев, то на нежрастающую систему будет 5x запросов. Система может этому не понравиться или может не выдержать, мы ее потом добьем вообще основательно. Ну, да, на картинке, собственно, понятно, да, то есть, если пришел запрос, все сломалось и не ответили, мы пробуем еще раз. И так пока ресурс нам не ответит. Ну, limited, как бы, она уже предостерегает, потому что бесконечный летрайд плохо. Есть вот всякие фоллбеки, другие паттерны, про них, ну, мы здесь не будем сегодня вспоминать. фоллбек, кэш фоллбек, прочее остальное. Вот один из них, например, фоллбек используется в хистриксе, но by default. То есть он предлагает вам сразу взаимлеметить фоллбек и возвращать его, а не просто так, эти сотые ошибки, там, четырехсотые, что угодно. Так, ну, давайте пока не будем демку посмотреть, посмотрим на такое, про глобальное поговорим. Значит, или хотите демку, ну, ладно, не будем отвлекаться на переговоры. Значит, дизайн концепции. Концепции, ну, они, как бы, призваны как-то вас направить при написании приложения, да, то есть когда мы там что-то архитектурим, придумываем. Вот. Первый принцип – это модулярность. Соответственно, когда мы хотим создать систему вот по всем там лучшим идеям full tolerance, мы не можем делать это там, когда система состоит из одного компонента, когда вот она огромная, она все сразу делает в себе, ни с кем не обещается. Получила запрос, внутри себя его там как-то заменеджала, выполнила все задачи и вернула ответ. Вот. Поэтому нужно разбивать систему на компоненты. Вот один из принципов – single responsibility. то есть если вы разобьете систему там на компоненты с ясными и понятными ответственностями, ну, соответственно, можно будет как-то уже между этими компонентами взаимодействовать. Вот. Потом есть неплохой принцип small components understandable. То есть если компонент маленький, будет понятно, что он выполняет, какие ограничения на него можно наложить там, да, допустим, можно наложить на него тайм-аут ограничения. Ну, да, если там, если сервис комбинированный, и у него много разных задач, мы не можем на них там типичные или какие-то схожие ограничения наложить. Ну, полезным и пригодившимся здесь будет low-scoupling high-cahation, то есть, соответственно, чем меньше сервисы завязаны между собой, тем больше мы можем, ну, более точно можем проектировать вот эти вот отказоустойчивости, да. То есть если система связана, там некоторые компоненты связаны между собой, то мы не можем так вот по-честному сказать, что мы надеемся, что вот один компонент будет работать, а второй не работает. То есть если они между собой завязаны, то при неработе второго компонента первый тоже отвалится и не будет нам отвечать. Ну, и как известно, применение, ну, и развитие всех этих идей сейчас довольно часто применяются микросервисы, то есть когда сервис вообще занимается элементарными задачами, ну, это как бы идеально. Ну, идеально подходит под задачи full tolerance. С ними легко работать, хорошо проектируем приложение. Второй подход – это redundancy. То есть если мы проектируем высоконагруженную систему, которая как бы, в принципе, подразумевает обказы в каких-то случаях, там падения, неработоспособность, то нам нужно придерживаться двух основных принципов. Это избегать единственной точки падения, то есть если у нас есть там какие-то, я не знаю, инстансы, которые обслуживают реквесты, будет неплохо иметь несколько инстансов, и перед ними, допустим, load balancer. Да, load balancer тоже может отпасть, поэтому это такое. Про данные, соответственно, нужно, ну, понимать, я думаю, что все знают, что данные плохо хранить в каком-то едином месте, там, в инстансе, там, в одном экземпляре базы данных, потому что база данных упала, и все не работает. Ну, на продаж, я надеюсь, никто так и не делает. Третья дизайн-концепция – это асинхронность. Соответственно, если мы разрабатываем фолд-толерант приложения, то было бы неплохо иметь какие-то, ну, вот, например, does deferable work, то есть какие-то операции, которые там, которые к нам приходят, да, запросы, они не зависают там до конца обработки, они там могут прийти поищу проверить результат. Вот это вот пример non-blocking operations, то есть к нам приходят запросы, будет классно, если мы его спроектировали так, что он не синхронный, не зависает. Помогает этому мессенджинг, да, то есть мы можем сложить какие-то сообщения, система их обработает в том порядке, в котором считают нужны, там, когда ей удобно и все такое. Там же можно расставлять приоритеты, да, а мы, как пользователи, если мы используем мессенджинг, ну, это мессенджинг, то есть очередь сообщений, нас вообще не очень волнует, когда она это сделает. Мы положили сообщение, все, вот на этом наша, ну, в данный момент задача закончена, мы вообще не ждем никакого ответа от системы. Система сама приходит, в очередь посмотрела, взяла себе задачу сделала. Вот. Ну, и, как сказать, воплощение вот таких всех принципов сейчас тоже так довольно популярен подход реактив. То есть реактив, это там есть реактив манифеста, соответственно, это то же самое, там, неблокирующая операция, модулярность и прочее. Имитабл. Это вот с другой стороны. Соответственно, имитабл, он хорошо накладывается на расширяемость приложений, на их поддержку. Ну, это такой немножко, такой абстрактный подход. Для чего, ну, и как это можно использовать в продакшене и для чего это хорошо. Например, если у нас нагрузка вдруг вырастает, да, и у нас вот стейт, вот я про стейт сейчас говорю, и у нас есть какие-то там шаблоны или заготовки образа систем наших приложений, которые уже готовы к запуску. Мы можем взять и запустить еще один инстанс, на нем развернуть эти стейтлэс шаблоны. И, соответственно, у нас сервис готов к работе, можно его подключить, он будет обрабатывать точно такие же запросы. Ну, это к тому, что имитабл скейт должен быть. Если каждый инстанс должен иметь какой-то там, ну, определенный тюнинг или там какие-то суперхитрые параметры, то это доставляет неудобство. То есть кто-то должен подходить заранее, инстанс готовить, потом его запускать только в работу. Если у нас инстанс как бы все взаимозаменяемые, мы можем запускать их сколько угодно. Ну, про остальное примерно все то же самое. Ну, это с инфраструктурной точки зрения было. Ну, давайте посмотрим на демо, как это будет работать. Сейчас я секундочку попробую запустить свой компьютер, на котором демка работает. Оп. Да, все должно быть хорошо. Значит, ну, про приложение я вам порассказывал. Если вы помните, это библиотека, и она возвращает к книжке, если все хорошо. Если все плохо, там сервис авторизации умер, ну, соответственно, ничего не возвращается. Создавать, ну, то есть, точнее, тестировать это приложение имеет смысл под нагрузками, под разными, потому что мы там, ну, когда приходит один запрос, но ничего не заметно. Создавать нагрузку мы будем здесь, то есть, в нашем случае, законфигурая на то, что будет одновременно 9 потоков выполнять, каждый поток будет выполнять 100 запросов. То есть, каждый поток будет пытаться достать книжку. Ну, давайте по очереди посмотрим на каждый из паттернов. Сама демка у меня запущена на моем локальном компьютере. Я ее вам не могу показать. Я здесь просто IP-шку указал. Она будет его пытаться книжовать отсюда. Давайте почистим результаты. Хотя, по-моему, я ничего не тестировал здесь. Вот. Мы запустили наши запросы. Интересно, что работает, а что не работает здесь. Ага, вот, я вижу, на компьютере запросы пошли. Мы можем, наверное, это где-то здесь увидеть. Да, он врезал. Давайте по-честному еще раз почистим. Еще раз увидим, что запросы… О, создается. Хорошо. Вот. Ой, здесь нет. Ну, ладно. Значит, что с собой представляет вот эта вот табличка, да, список? Это, ну, обычный HTTP-запрос. То есть, здесь вот, собственно, написано, что мы отправляем HTTP-запрос на мой сервер. Вот здесь вот у меня есть ID-книжки. Я его чуть-чуть раньше взял. И, собственно, указан паттерн, которым мы хотим защитить себя от падения при доставании этой книги. Обычно GET-запрос отправляется. Вот. И, соответственно, здесь показываются результаты этого GET-а. Здесь, ну, можно посмотреть там блот, там все такое. Ну, в частности, нас интересует response-код. Если посмотреть так… Ну, тут не видно, что я вскрою, но я вскрою на самом деле. То есть, все респонсы пришли в 200-е. То есть, все обработаны отлично, все зелененькое. Вот. Но на самом деле внутри этого всего работает паттерн timeout. Вот мы можем посмотреть на response-данные. Ну, это JSON-чик. Тут приходят авторы, имя, год книги, паблишер, все такое. Вот. Вот здесь, вот видите, я удачно попал в этот запрос. Эти запросы все получили настоящую книжку, а вот один из них, он столкнулся с тайм-аутом. Да, ну, вот я рассказывал, что у нас сервис авторизации, он бывает залипает. Вот здесь вот он залип, и наш паттерн timeout guard, он сразу вернул fallback. он не стал ждать там 10 секунд, пока разлипнет система и вернет там ключик. Просто пришел в ответ, в какой-то дефолтный ответ. Вот. Ну, и таких запросов тут по-разному. Ну, тайм-аут – это самый простой паттерн, поэтому он кто работает, кто не работает, кто работает, кто не работает. Вот, видите, здесь вот у нас так основательно залипла система, и вот много-много-много запросов сразу возвращаются. Вот мы можем посмотреть, кстати, что, где здесь время выполнения. Ну, видимо, это время выполнения. Ну, в общем, они приходят быстрее, чем если бы мы ожидали действительно падения системы. Ну, и причем не пришел бы двухсотый ответ, пришел бы пятисотый. Да, отлично. Хотел еще вам показать, забыл в демке, как сделано fail-fast. Паттерн применен. Если можно, я так немножко перепрыгнул назад. Смотрите, fail-fast. Вот я вам рассказывал, ну, про принцип, как это выстроено. То есть нужно проявлять жизнеспособность системы до того, как мы выполняем. Сам Hystrix такого ничего не предоставляет. Мы просто здесь можем, допустим, ну, вот как здесь я сделал в методе run, перед тем, как выполнять реквестер GetBook. Мы можем проверить, собственно, реквестер это живой или нет. Ну, там просто мы обращаем. Для того, чтобы это работало, нужно, конечно, какие-то fail-чеки в нижестоящей системе. Ну, в моем случае я там возвращаю определенную метрику, когда в последний раз была отдана авторизация. А перед тем, как авторизация залипнет, она эту метрику увеличивает вам многократно. То есть, и, соответственно, если вот у нас эта система здорова, мы будем пытаться что-то из нее достать. Если нет, то мы сразу, мы даже, вот видите, этот код не выходит, мы просто вернем какую-то ошибку. То есть авторизация сейчас сломана. Ну, а Hystrix уже за нас вернет fallback. То есть он не будет возвращать эту ошибку. Он скушает ее. Вот. Кстати, как-то странно. Я тут что-то, по-моему, у меня был fallback. Давайте проверим вместе с вами, есть ли у нас fallback. Почистим только результаты. Отправляем. А, ну, нет. Сейчас, одну секундочку. Ну, с fallback мне просто чуть больше нравились результаты, но это еще быстрее. А, нет, fallback нет. Ну, ладно. Значит, оно еще быстрее возвращалось. Я не сделал на него end point. Ну, давайте посмотрим, как работают остальные паттерны. Или давайте сейчас мы для сравнения сделаем один раз timeout, чтобы у нас были какие-то тестовые данные, от которого запустили, результаты собрались. Давайте response видим. Много-много хороших ответов. Бац, один здесь работал. Давайте теперь timeout выключим и включим circuit breaker. Ну, circuit breaker, если вы помните, соответственно, что он делает, он пропускает запрос и смотрит на их результаты. То есть, если результат не вернулся, он закрывается. Оп. circuit breaker, поехал работать. Тоже все зелененькое, но это как бы типичная будет картинка здесь. Потому что приложение уже заработало. Демка разработана с применением паттернов. Circuit breaker, он чуть более, ну, он склонен возвращать целыми, ну, сериями такими ответы. То есть, допустим, вот у нас возвращаются книжки по-нормальному. Потом бац, сервер авторизации сломался. Вот на вот этом запросе. И вот circuit breaker ждет, пока сервер авторизации выздоровеет. Вот здесь вот он выздоровел. Все, книжки обратно пошли. Потом опять один раз. Ну, вот видите, здесь был какой-то, видимо, воров не достигнет. Ну и так далее. Вот это вот circuit breaker. И shed load. Shed load, если помните, мы перестаем отправлять запросы в систему, если мы знаем ее по посети заранее. Ну, к сожалению, на этом, на моем авторизационном сервисе это никак не сказывается. Это больше так демонстрация ради демонстрации. Ну, в любом случае, shed load здесь тоже работает. Он в каких-то случаях не направляет в сервис авторизации слишком много запросов. Он сразу возвращается на ней. То есть как-то дефолтный ответ. Вот. Такая демка. Ну и давайте вернемся обратно к презентации. Будем завершать. У нас самое осталось только. Соответственно, что хотелось бы сказать в завершении. То есть, когда мы проектируем наши системы, нужно помнить о том, что все, что мы делаем, в данном случае уже в 21 веке, это чаще всего дистрибьютер системы. То есть, когда они там состоятся из многих модулей. Ну, вот в обычном понимании, да, хотя бы данные отдельно хранятся от приложения. В последнее время системы становятся еще более разнесенными. То есть, если раньше это было, допустим, данные отдельно, сервис отдельно, теперь у нас могут быть данные какие-то на одном континенте, другие данные на другом континенте, в разных дата-центрах. Между ними происходит коммуникация. Это еще больше увеличивает, ну, скажем, актуальность проектирования приложений с учитыванием full tolerance. Соответственно, если у нас приложения разнесены далеко и взаимодействуют через сеть, кто там может повредить кабель, там еще какие-то другие причины на связь проходят, то нужно понимать, что падения неизбежны на какие-то сбои. И нет никакой разумной возможности их предсказывать и проектировать приложения там, ну там, не работать по четвергам, не знаю, в мае. Вот, поэтому единственное, что мы можем сделать, мы просто можем на это рассчитывать и проектировать приложения с нуля сразу, как бы с учетом возможных падений. Соответственно, если наше приложение full tolerant, оно стабильно. То есть оно возвращает всегда запросы, оно не простаивает, не пытается пользователя заставить ждать 10 минут, оно может ему обернуть ответ сразу. Может быть, это будет не самый классный ответ, не тот, который он не всегда ожидал. Ну, я не знаю, допустим, если человек заходит на какой-то сервис, и у него там есть его картинка, я не знаю, в интернет-банкинг заходит. Вот, и если, допустим, сервис картинок пользователям временно недоступен, да, а человек не сможет из-за этого получить доступ к интернет-банкингу, он расстроится. Вот, если мы построим full tolerant систему поверх сервиса картинок, то ему вернется какой-то там серенький дефолтный человечек, он может даже человек не заметит, потому что он зашел в интернет-банкинг, ему этот человечек справа или где-то там слева, он ему не нужен, у него там есть главная задача. Вот это пример того, почему full tolerant нужно использовать. Ну, и вот то, к чему я подводил, потому что вообще все это вот имеет смысл только на продакшн-системах и в контексте их доступности. То есть, когда мы говорим о деньгах, о живых пользователях, которые пользуются этими системами, это все имеет смысл. Если вы разрабатываете какую-то систему, которая там нереальна и никто не пользуется, то это, конечно, не нужно. Вот. Ну, это вроде все, что я хотел вам рассказать. Если вдруг есть какие-то вопросы, идеи, предложения, то можно что-то демо подергать, спрашивать и задавать их. У меня все. Ты встречал другие аналоги этой библиотеки? Ну, встречал, да, вот тот же G-Raget, но я его не использовал, то есть я использовал только Histrix, ну и основная идея в основном паттерна. То есть, как мы их напишем, с использованием библиотеки, можно с Histrix. Я ответил на вопрос? Да, спасибо. Пожалуйста, есть еще какие-нибудь вопросы? Нет вопросов, да? Ну, было бы аудитория в живых. Прочеты? Да, да. Нет, конкретно мы не используем Histrix, к сожалению, но я знаю, что есть проекты в других компаниях, которые используют его и используют на продаже неуспешно. Вот, в частности, я здесь не показал, но я просто сам не сконфигурил у себя на демке. В Histrix есть дашборд, он реал-тайм доступен. То есть, если у вас есть какое-то приложение, которое использует вообще Histrix паттерны, вы можете смотреть, в каком состоянии находится система. То есть, допустим, если это Circuit Breaker, вы можете посмотреть, он открыт или закрыт. Ну, и вам будет наглядно понятно. То есть, допустим, там какая-то ниже стоящая система выбрала, она там такими кружочками рисует. Если, соответственно, это shared load, вы можете посмотреть, сколько сейчас запросов прошло в систему, сколько обрабатывается, сколько уже закончено. Вот, это можно мониторить в Histrix на продакшене, и это используют люди, это делают. Вот. Надеюсь, я ответил на вопрос. Так, дякую. Пожалуйста. Может, еще по философии там... Лапте, чье заптанье еще до сурье? Насчет падать красиво. Вот помнишь философию, самая первая? Можешь какой-то еще раз пример привести? Более реальной, не знаю. Ну, именно из IT. Вот этот let it crash? Да, чтоб не с айфонами, а чтоб... Ну, да. Ну, вот это вот пример был с интернет-банкингом. Ну, вот, например, если Денису будет дыжи контекстно, я просто знаю, кто задает вопрос, это Денис. Например, если наши клиенты, которые продают какой-то товар через интернет-магазины, у них могут быть рейтинги вот такие сбоку. Если наш рейтинг временно недоступен, сервис рейтингов недоступен, то мы можем показать там не 3 звездочки, не 4, не 5, а просто показать 5 звездочек, то есть рейтинг сервисов недоступен. Это, ну, в терминах fold-tolerant это называется упасть красиво, то есть когда у нас система какая-то внизу не работает, а мы вот в конкретной ситуации смогли выкрутиться, показать картинку. пользователь пришел, там посмотрел продукт, он ему, в принципе, понравился, пользователь смог его купить. Вот это вот называется letted crash. То есть, ну, пусть падает, мы можем не показать рейтинг, ничего от этого там смертельного не произойдет. Он может попробовать нажать F5, рейтинг покажется. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, похоже, нет.